Это флешмоб Дедов Морозов. Они спускаются с высоты 2300 метров над уровнем моря и так необычно дают официальный старт открытию горнолыжного сезона. Здесь все готово для массового заезда лыжников и сноубордистов. Над горами снежные облака, вот-вот пойдет большой снег. И тогда можно будет проводить катание на всех перепадах высот спортивно-туристического комплекса Горки-Город. Мороз любителям зимнего отдыха не помеха. На лыжах и взрослые дети. А синхронно выполняют спуск воспитанники детской спортивной школы Красная Поляна. Ну так нормально, мне понравилось. Первый спуск делал только что. На новогодние каникулы приехало много школьников и студентов из других городов России. Многие уже не первый раз. Они выбирают курорт Горки-Город. Чтобы оказаться на высоте, людей поднимают четыре очереди канатной дороги. Все трассы соответствуют стандартам. Они все приняты Ростехнадзором. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию горнолыжных трасс и озер снижения. Вся система снижения смонтирована на итальянском оборудовании, на техноальпин. А канатные дороги мы работаем уже длительное время с компанией POMO, по Магальске, французской компании. И все канатные дороги у нас именно этой компании. Также они все приняты в эксплуатацию. Получены все разрешения на ввод. 23 горнолыжные трассы. Общая протяженность 27 километров. К этой зоне катания, которая уже существует, дополнительно открыт восточный сектор. Это еще одна трасса протяженностью 12,5 километров. На которой соединены все уровни сложности от зеленого до черного. Это самая длинная трасса на этом курорте. Будут работать в горах кафе и ресторанчики, организуют и вечернее катание для экстремалов. В Сочи Красная Поляня именно в зимний период первый раз. То есть, что эта трасса для меня новая. Ну, нравится, как бы, не знаю, кататься и все. Что-то новое, жизнь открывается. Ждут на заснеженных трассах спортивно-туристического комплекса «Горки-город» и тех, кто еще ни разу не вставал на лыжи. Для этого работают 100 инструкторов. Они обучают с нуля всем навыкам катания, причем любую возрастную группу.